Безусловно, мы живем в трудное время. Сегодня притуплять взор труднее, чем когда-либо. Социальные сети, телевидение, реклама и все эти люди, одевающиеся неподобающим образом, YouTube, Instagram, Snapchat – все в доступности. Сохранять свой взор от запретного очень трудно и трудно держать в узде свои порочные мысли. Харам стал очень легким и доступным. Однако, если Аллах наставляет кого-то на истину, то он преуспеет. И для того, чтобы достичь наставления Аллаха на истину, то есть хидая от Аллаха, необходимо сначала помочь самому себе. Во-первых, нужно делать много дуа. Если вы обратите внимание на дуа пророка, то великое множество из них крутится вокруг моль по наставлению, чтобы быть неуклонным и постоянным в соблюдении религии. О переворачивающий, изменяющий сердца! Укрепи мое сердце в твоей религии! Делайте дуа многократно, ведь только один Аллах способен вам помочь. Только Аллах может укрепить вас на своей религии. Делайте дуа между суджудами, между азаном и каматом, в третью часть ночи, чтобы Аллах защитил вас. Второе. Предпримите необходимые методы для предотвращения этих мыслей. Первый метод. Притупляйте взор. Второй. Пресекайте и блокируйте все источники, откуда потенциально возможно увидеть харам. Порочные мысли подкрадываются только тогда, когда мы открываем свои взоры и сердца для запретного. Чем больше запретного мы видим, тем больше черствеют наши сердца и воспроизводят порочные мысли. Исключай возможность увидеть запретное. Сохраняй свой взор. Не заглядывайся на посторонних женщин, не смотри фильмы и сериалы. Это все запретно. Даже новости, если там могут быть приукрашенные женщины. Ведь это может вызвать страсть. Мы обязаны бороться с порочными мыслями. Если кто-то оставляет что-то ради Аллаха, Аллах, Всемогущий и Великий, заменит это чем-то лучшим. Третий шаг для борьбы со страстями – это пост. Побольше поститесь. Пост укрепит ваш иман и поможет справиться с мыслями. Так как посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, советовал молодым поститься. Последний шаг – это занять себя благими делами и окружить себя благочестивыми мусульманами, которые помогут и смотивируют вас посещать уроки, заучивать Коран, совершать благодеяние. Это значительно сократит наущение, и шайтан не сможет навязывать плохие мысли, так как раньше. Вы будто закрываете ему дверь. И я прошу Аллаха сохранить нашу молодежь от скверных мыслей и действий с помощью занятости благим и с помощью женитьбы.